Ворона Капля Вот, например, сидишь с ней, разговариваешь, рассказываешь, как прошел день, как идет творческий процесс, рассказываешь о переживаниях, о радости, она сидит тебя умно, с таким умным взглядом и слушает, ну или дергает за плечи, за рубашку. Капля, иди сюда, иди сюда, иди ко мне, давай почешу. Ну не дергай, ну не надо, не надо дергать за рубашку, ну зачем тебе это нужно? Итак, любая врановая птица, которая живет с человеком с рождения, привязывается к нему, так же как собака. За что за ухо-то? Не зря про ворон, про серых ворон. Вообще не только про серых ворон, про любых врановых, сойки, грачи, галки, серые черные вороны, вороны, сороки. Не зря про них говорят, что это птица, как собака с крыльями, потому что если они живут с вами с детства, они привязываются к вам. Ай, да вот это больно было. Иди сюда, послушай, я же про тебя рассказываю. Про них не зря так говорят, потому что действительно, если они живут с человеком с самого детства, они привязываются к нему настолько сильно, что просто не могут существовать. Например, что делает наша ворона-капля ворона? Давай поговорим. Что делает, чтобы привлечь внимание? Она очень громко орёт, каркает. Это было больно. Или, например, вот как вы сейчас видели, щипается. То есть, всячески делает так, чтобы на неё обратили внимание. И плюс, она не доверяет, как и любые врановые, выращенные дома, не доверяет другим людям. Членов семьи она также любит, требует внимания. Но если зайдёт незнакомый человек, она будет метаться по клетке и испытывать сильнейший стресс. Последнее время, конечно, времени не так много свободного. И нет возможности с вороной разговаривать часами. Тем не менее, она всё равно старается напомнить о себе звуками, криками, щебетанием. Чем только не пытается. Капля, что это у тебя такое? Иди сюда. Иди-ка. Чем только не пытается. На самом деле, ей не столь важно человеческое внимание, сколько просто развлечения. Развлечения себя любимой. То есть, ей постоянно нужны игрушки. Если, например, у неё недостаточное количество игрушек в клетке, или ещё где-то, да, или она, например, не гуляет на квартире, то она будет доставать членов семьи. И так всегда. Но понимаете, держать любых врановых на открытом доступе, на открытом выгуле в квартире, это не просто косметический ремонт придётся делать. Придётся. В общем, простыми словами, квартира превратится в конкретный сарай, гараж. Мячик свой. Мячик, который Максим подарил. Почти ничего нет. Моя кружка. Я пью. У вороны капля вода. У Владислава чай с молоком. Ты не любишь это. Вернее, нельзя. Кстати, друзья, нельзя давать продукты, которые вы кушаете сами, вашим домашним животным, любым домашним животным. Часто видел, как человек так любит своего пёсика, что купил мороженое, один раз он надкусил, второй раз его пёсик. Такого делать ни в коем случае нельзя. С птицами та же ситуация. То есть у них своя еда, у нас своя. Чего ты? Ты дятел, что ли, зубы выбьешь? Да. Отдай. 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 Вот, на туфельку нашла. Тебе сейчас на клюв ее надену. Взять. Давай, клюв туда засовывай, где это... Как? Пищалка была. Давай. Да что ты. Тебе с бассей нужно перетягиванием к канатой играть. Ворона-собака. Ворона-собака. Тебе. Вордина-собака. Иaldин. Тебе говорит. Вордина-собака. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok